Новогоднее обращение президента канала Космо-Немо! Космо-Немо! Дорогие подписчики канала, дорогие друзья! Завершается 2017 год. Давайте вспомним, каким он был. Начался 2017 год с классических почти стратегий Цивилизации 6 и финальных серий Вестфайской кампании Ватили. Уже в феврале начались эксперименты. Life is Filled on my own серверах, серия стримов долго темно однако, серия посвященная ненависти к Европе Универсалис, RealPolitics за Израиль. Всё это было сказано и сыграно в первые два месяца прошедшего года. Знакомство с Тропикой первой серии Пиратов, Кризис в Кремле, Сталарис за коллективный разум, памятные по многим причинам сетевые Герои 5, стримы по Блицкригу, новый Endless Space 2 – всё это было весной. Стил Дивижн Нормандия, сетевая цивилизация за Македонио, конфедерация пацифистов Няк в Сталарисе и первые стримы по неплохому симулятору внеземной колонии Avon Colony были на канале летом. И именно здесь стоит сойти с волной ностальгии и перейти к тому, почему это честное новогоднее обращение. Уходящий год был, пожалуй, самым сложным в истории канала. За этот год вышло ровно 4 прохождения не в виде стримов. Из них два сетевых по героям и Endless Legend и два незаконченных – Пираты и Котятский. Первая серия о приключениях футбольного тренера вышла аж 31 августа. Четвёртая не вышла до сих пор, хотя мне снимать эти прохождения нравится невероятно, но не нравится их монтировать. Застой в выходе этих двух прохождений – вот главный кризис этого года. Два других, мне кажется, проистекают из него. Первое – это падение показателей роста канала на 30% осенью, когда должен был быть наоборот – рост. После летнего ютуб-затишня, ну и загиб донаток. Две пачки за два месяца и те на музыкальные стримы. Да, новогодний стрим это с лихвой исправил. Но эта часть текста описалась ещё до новогоднего стрима, и потому как это честное новогоднее обращение, я не убрал этот кусок. В общем, нужно больше золота. Кризис монтажа начался для меня летом, и я обычно решаю его очень просто. Выезжаю за город на 2-3 дня. Где-то в Евразии есть одно место, где в августе природа год за годом повторяет одно и то же представление. В ночь максимума метеорного потока Персеид, ко мне в кресло, стоящее возле кустов смородины, ночью приходит греться котята. Третий год подряд, и каждый раз разное. И такая атмосфера, когда летают Персеиды, а они яркие, медленные, ну для метеоров, по крайней мере. Да ещё и котята заползают под куртку и мурлычут. Такая атмосфера умиротворяет чрезвычайно. Другое дело, что в этом году я вернулся после поездки за город обратно к прохождениям, и ничего. Желание крепать серии одну за другой не возникло. Зарождаться оно стало лишь недавно, после полутора месяцев в Феодалах. Кстати, эта игра, несмотря на то, что я в неё влил огромное количество своего времени, для канала не стала локомотивом, толкающим его развитие вперёд. Да, есть просмотры, но не так много, как и должно было быть. Вкратце, стримить внутрегильдийскую жизнь не позволяет внутрегильдийская же политика секретности. А беготня по лесу – это не та часть игры, которая может привлечь зрителя. В итоге Life is Feudal стало для меня одной из главных неудач года. Причём этот факт отчётливо стал мне понятен в последние дни пять всего, когда я уже понял, что это новогоднее обращение будет честным в том плане, что не просто будут поздравления и пожелания, но и взгляд на события года, как положительное, так и отрицательное. И решение по феодалам уже принято. Прощальный ролик, прощание с гильдией, и дальше они пойдут своим путём, а я своим. Но хватит негатива, переходим к позитивным анонсам следующего года. Итак, анонс номер один. В самом начале года на канале появится сразу два сетевых прохождения, не со стопроцентной вероятностью, но с весьма высоким шансом. Текущее прохождение непременно продолжится. Мне бы хотелось, кстати, поднять в них уровень монтажа. Все же там многие элементы выходят весьма кустарно. Я даже скачал Adobe After Effects, мощную программу для спецэффектов видео. А стоп, это ж честное поздравление. Поэтому стоит признаться, что мне ещё надо этот After Effects установить, освоить и начать применять с пользой. Но может быть я его и освою. Может быть сделаю себе нормальную заставку на канал. Или не сделаю. Возвращается уже почти забытая даже мной рубрика «Игры как искусство», где я пытаюсь говорить об играх с точки зрения критика. Разумеется, будут новинки игровой индустрии. Новый компьютер, купленный благодаря вам в этом году, явно не будет стоять без дела. Разумеется, все события следующего года я предугадать не могу, но надеюсь, что будет интересно. Ну и самое главное, я по-прежнему буду с вами в следующем году, ваш медленный и печальный. А вам спасибо за то, что были со мной в году прошедшем. Всего доброго и с Новым Годом!